доброго времени суток в этом видео покажу как сделать мышку для сказок теремок и репка для этого нам с вами понадобится фетр серого цвета нитки в тон фетра липучка в тон фетра скотч нитки мулине черного белого розового цвета также нам понадобится клеевой пистолет иголочка швейная машинка также нам понадобится выкройка выкройка у меня вот такой вот мышки для этого я перенесла ее с помощью сканера на компьютер и потом сделала из нее детальки у меня получилось всего лишь две детали деталька хвостик и сама мышка хвостик я удлинила для того чтобы мы могли хорошо ее закрепить между двух частей фетра при помощи выкройки и скотча я вырезала наши детальки также я забыла сказать что нам понадобится такие вот маникюрные ножницы с закругленным концом для того чтобы было легче вырезать по контуру детали вот что у меня получилось получилось две детальки мышки и хвостик заранее на одной из деталек я сделала ушко и глазик это я делала при помощи ниточек мулине для начала ушка я сделала гладью розового цвета после этого я сделала контур при помощи кишка назад иголочкой здесь я сделала французские узелочки в глазике и вокруг белой ниточкой мулине я также сделала стежок назад после того как я вышла глазки и ушка следующим этапом я делала ей передние и задние лапки для этого я использовала стежок стрейч тройной на моей швейной машинке это выглядит вот так у нас получились вот такие вот две лапочки после этого я вывела все ниточки на обратную сторону при помощи горячего клея зафиксировала приложила линейку и делала наши закрепочки плоскими следующее что нам необходимо сделать это ко второй детальке пришить липучку липучку будем пришивать с микро петельками для этого нам нужно обязательно определить какую сторону сможет наш носик и только после этого при помощи горячего клея зафиксировать нашу липучку наносим на середину чтобы потом наша иголочка беспрепятственно проходила проходила по контуру фетра для того чтобы пришить липучку я буду использовать лапку для потайного шва здесь есть вот такое вот направляющая и с помощью нее будет проще пришить надеваем лапку далее настраиваю машинку стежок у нас ноль это посередине и теперь при помощи зигзага мы устанавливаем нашу лапку как можно ближе к левому краю у меня это будет 0 5 ширина стежка 2 и 2 миллиметра скорость минимальная при начале шитья мы с вами нажмем на кнопочку установка иглы при окончании чтобы оставалась в изделии у вас же в вашей швейной машинке могут быть другие настройки теперь потихонечку шью ориентируюсь я чтобы наши вот это вот часть лапки шла по краю липучки натяжение нити 2 липучка у нас с вами пришита вот как она у нас с вами получилась на обратную сторону я вывела ниточки теперь завяжем узелок с помощью горячего клея и линейки мы зафиксируем ниточки стараемся чтобы клей у нас попал как можно дальше от контура мышки ниточки у нас зафиксированы теперь обрезаем ниточки вот что у нас получилось так выглядит лицевой стороны так вот выглядят изнаночные следующее что нам необходимо сделать это при помощи горячего клея зафиксировать наш хвостик наносим капельку клея берем наш хвостик и фиксируем для того чтобы нам было удобнее соединить все детальки для этого мы и делали наш хвостик на 5 8 миллиметров больше следующее что мы с вами делаем это делаем наши мышки ротик после этого если вдруг у вас не оказалось нитки мурины можно взять обычную ниточку и сделать мышки ротик для этого нужно будет несколько раз попадая в одну и ту же дырочку ротик у мышки готов далее нам необходимо сделать носик для этого мы будем с вами поступив миллиметр от края гладью делать носик следующий стежок будет немного меньше чем предыдущий и ведущий и фиксируем нашу ниточку теперь при помощи горячего клея мы с вами зафиксируем наш ротик носик наш носик у мышки и ротик готово следующее что необходимо сделать это поменять наши лапки использовать я буду лапку для пришивания молнии надевать ее буду за правую сторону ориентироваться будем вот на эту часть швейной лапки ниточки у нас остаются те которые мы пришивали с вами липучку в тон фетра при включении моей швейной машинки заводские настройки это 0 строчка посередине и 2 и 2 это ширина стежка так соединяем детальки мы носик к носику и шить мы будем с вами вот отсюда от начала лапки пойдем сюда 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 и дойдем вот до сюда иголочку как всегда оставляем в изделии шьем на минимальной скорости а а а а а а а а а мышка у нас с вами прошита здесь у нас с вами сделана крепочка ниточки я выбрала на изнаночную сторону и завязала узелки далее мы с вами делаем ниточку в иголочку можно взять иголочку с большим ушком чтобы было легче и теперь будем с вами прятать нашу ниточку немного натянем и обрежем с этой ниточкой я сделаю то же самое для того чтобы легче было попадать ниточкам их необходимо сделать одной длины вот такая вот мышка у нас с вами получилось сделаю ее маленькая ее можно надеть на пальчик на детский конечно будет лучше потому что пальчики маленькие вот такая вот мышка надеюсь мое видео вам понравилось будет полезным подписываемся на канал ставим лайки не забываем нажимать на колокольчик всем творческих идей хорошего настроения до новых встреч и а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»